Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сегодня 1 июня, первый летний день. И вот сегодня я решила провести перепись своего населения в огороде и подсчитать, сколько уже томатов я высадила и сколько мне осталось еще высадить. Вы видите, что здесь еще есть незасаженные места, где был тоннель с рассадой. Сейчас я пройдусь по огороду, все посчитаю, все запишу и все вам покажу. Покажу и красивых, и некрасивых, и совсем дохлых. Короче, все, без утайки покажу и скажу, сколько уже томатов у меня высажено. Самыми первыми у меня была высажена вот эта теплица номер 1. Здесь для получения раннего урожая, это у меня половина индетерминантные, половина деты, вторая половина индетерминантные. Здесь 146 штук, 144 нормальных и в торце 2 монгольских карлика. Они самые взрослые, им уже месяц, так как высаживала в конце апреля 24-26, это вот первопроходцы. Вторые по возрасту у меня вот эта теплица номер 3, которая стоит на горе. Тут высажено по-другому, тут всего 137 штук и тут все почти индетерминантные. Тут моя, так как я высадила позже, тут у меня даже еще порядок не наведен, не все подвязаны, там несколько еще даже колышков нет. Тут еще допариваются в лоточках некоторые рассада. Она еще не готова, эта теплица не приведена в порядок, но мне главное количество. Я записала вот 137 штук в этой теплице. Вот эта теплица номер 2, которая третья по счету, но она номер 2. Я их по возрасту покупки именую, которая первая, вторая, третья. Вот эта теплица, она тут у меня росла рассада, которая на продажу. Она высаживается у меня в самую последнюю очередь. Вы понимаете, что сначала надо продать рассаду, потом вот это. Вот здесь всего 60 штук и тут у меня еще ничего не сделано, они не подвязаны. Я еще ни разу не посынковала, тут же у меня еще хранятся от холода вот эти в ведрах моей томаты. Я просто записываю 60 штук, все. В открытый грунт первыми я высадила вот эту грядку толстоногих. Здесь у меня 80 штук. Вот эту грядку я тоже высаживала очень рано, почти одновременно с теми вот толстоногими, с демидовскими. Только это совсем другие, это индотерминатные. У них другая схема посадки, если те по два в одну лунку, то эти по одному. И там в одной грядке 80, а здесь вот в двух тоже 80. То есть они тут разрежены поодиночке, у каждого будет свой колышек и тут они индивидуальные, потому что это все высокорослые, крупноплодные, для которых нужно больше расстояния. И вот смотрите, что интересно, томаты, которые высажены раньше, но намного раньше, еще до холодов, они выглядят намного лучше, чем томаты, которые я высадила потом, когда было жарко, когда был град. Но они тоже оправятся, но почему-то те, которые пережили холода, они выглядят у меня лучше. Так, вот пишу, здесь тоже 80 штук, индотерминатные. Ну и, конечно, самая длинная, это вот эта грядка, которая длинно-длинно туда идет далеко, на которой вот пострадавшие томаты, они и так были желтые, потом их град побил, все листья у них уничтожил. Вот какие листья были большие, вот так развешивались, он их все-все посек, им долго восстанавливаться, но их здесь 162 штуки. Следующая идет грядка-ленивка, тут у меня пока посажено всего 107, видите, вот это вот расстояние еще нужно все высаживать, фронт работ большой, только дырочки прорезала. Тут 107 из них, половина высажены до мороза, 66, и 41 помидорку я высадила уже вот вчера-позавчера, это новенькие, вновь прибывшие. Вот записываю всего. Очередная грядка, которая у меня высажена вдоль забора, вдоль компостной кучи, тут у меня 72 высажено до холода, и 64 потом, вот всего 136, и вот до холода, как вы догадались, это вот эти зелененькие, которые уже прижились, а которые высаживала позже, и которые тоже побил град, вот они в таком плачевном состоянии, но все равно они отрастут, я уверена, листья восстановятся, но им вот нужна поддержка. Тут вот эта грядка получилась, что разная, с одной стороны у нас зелененькие, более-менее хорошие томаты, а с другой стороны с побитыми листьями. Эти, потому что были закрыты нетканым полотном, когда шел град в парничке, все записываю, еще 136 штук. Ну и вот две грядки, которые я высаживаю и сейчас, вот вчера высаживала, и перед этим, незадолго, вот до сегодняшнего дня, это то есть те, про которые я говорила, что они перестояли, пересидели в рассаде, что очень долго ждали, эти грядки две совершенно одинаковых, по 92 штуки, то есть 184 штуки на этих грядках. Теперь, когда все нормальные грядки закончились, пойдем по всяким закоулкам. У меня очень много высажено малышей на заваленках, вот здесь вот у меня такой сорт, как буян, полюс, вот спиридон, которого я вчера показывала, они все холодостойкие, все выносливые, они все высажены до холодов и до снега и до холода, стояли они здесь укрытые, не тканочкой, и они очень хорошо сохранились. Вот вдоль этой теплицы их 46 штук. Уточню, что все они штамбовые, все могут выращиваться в загущенном состоянии, поэтому они у меня высажены часто. И в конце там еще два монгольских карлика, все, здесь 40. Но если вдоль придомовой теплицы я высадила всего 46 малышей, там же одна сторона только рабочая для высадки, то вдоль вот томатной теплицы вот здесь у меня высажено 89, потому что идет в круговую, из торцов, из обоих сторон. Вот эти утепляющие заваленки я никогда не оставляю пустыми, у меня на них маленькие томатики растут. Вот, в этом году даже добавила, вот вчера, видите, выкорчевывала вот эту вот примулу, которая у меня до такой степени разрослась, что уже начала зарастать у меня дорожка, я их убрала и посадила вот сюда, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, семь томатов этой розовой жемчужины, потому что я знаю, этот томат аккуратный, он сильно не разрастается, он компактный, и это будет как ландшафтный дизайн у меня, вместо цветов посадила вот сюда томатики, потому что с цветами очень много маруки, вот эта примула, она зарастается, приходится каждый год ее выкапывать, рассаживать, рассоединять, все, будут теперь там жемчужины. Вот еще пишу, семь штук. Ну и, как всегда, на своем коронном месте сидит у меня ренет, сейчас я все там, где попала, они у меня в закоулках, я все их посчитаю, вот здесь 16 ренетов, которые, несмотря на то, что он маленький, он тоже уже хочет плодоносить, я его просто долго слишком держала, не высажена. Если бы я его высадила вместе там со спиридоном, вот который там с москвичом, он бы давно уже тоже был с завязями, с яблочками, вот прибавляем еще 16 ренетов, и вот эти, которые идут туда-туда далеко вдоль всей теплицы, сейчас все посчитаю и запишу. Если с той стороны теплицы у меня высажены совсем малыши, которые я вчера только высадила, то вот эти томаты я здесь высадила уже давненько, это у меня Санька и Джина, они тоже ранние, еще 14 штук для раннего урожая, тоже прекрасно вызаривают вот на этой заваленке, это у меня как технические проходы, я в том году говорила вот про эти, потому что между забором и теплицей обязательно нужно оставлять вот это место, чтобы было куда снегу падать. Вообще технический проход вокруг теплицы он обязателен, и вот чтобы он не пустовал, я здесь всегда высаживаю, здесь маленькие низкорослые, а здесь высокорослые, вот с того года еще остались у меня веревки, грунт уже готов, но рук не хватает моих, не доходят, здесь тоже посажу, вот я и хочу посмотреть, что я засадила, что не засадила, сейчас проанализирую, запишу вот этих 14. Я вас не буду водить по всем закоулкам, просто скажу еще где попало, у меня тоже посажено несколько штук, вот этот монгольский карлик, про который я говорила, он под бочкой капельного полива сидит, там еще рядом с бочками несколько штук, добавляю 7 штук, которые где попало высажено, во всех, во всех возможных и невозможных свободных местах, где есть 5 квадратных сантиметров, там растет там. И вот заросли, которые мне еще предстоит высаживать и высаживать, чтобы заполнить все места моего крошечного участка в 6. И вот пройдя по всем теплицам, по всем закоулочкам, по всем грядкам, я насчитала 1410 корней. Вот в прошлом году я высаживала 2000 корней, и там перцы, баклажаны, это я уже не считаю, вот сегодня перцы, баклажаны и огурцы я тоже не прибавляю, но 1400 если высадила, это значит мне нужно за эту неделю высадить еще 600 корней, потому что после 10 июня, как я поняла, уже высадка считается немного поздноватой у нас в сибирском регионе, у нас до 10 июня нельзя высаживать холод, после 10 июня тоже нехорошо высаживать, не успевает вызревать, и вот мы должны в короткий-короткий срок, вот этот вот, в начале июня все высадить, а так как мне высадить нужно 2000, я конечно стараюсь заранее начать высаживать. И то, представьте, я вот эту теплицу начала высаживать 24 апреля, самая первая, уже целый месяц я высаживаю, высадила всего 1400 корней, это конечно очень мало, потому что все это погода не давала, мешала, все это можно было бы сделать быстрее, ну ладно, как сделала, так и сделала. И вот на что хочу обратить ваше внимание, вот обратите внимание на эту закономерность, чем раньше высажены у меня томаты, тем лучше они выглядят, хоть в теплице, хоть в открытом грунте, вот это вот апрельские, когда вроде как некоторые говорили, ой, нельзя высаживать, и земля холодная, и все им плохо, они расти не будут, вы видели, что по всем, где я вас проводила, по всем участкам, вот эти самые лучшие, которые в первую очередь высажены, и самая лучшая грядка с толстоногими, вот с демидовыми, которые я тоже высаживала до холода, потом был холодный период, потом уже все остальное. И вот тут, когда приходят вопросы, такие комментарии, это мартышкин труд, зачем так рано высаживать, но получается, что вот осмотрев весь огород, выходит, что ранние посадки, они выглядят лучше, вот даже вот эти индотерминатные между теплицами, единственная грядка, которая пострадала, это на горе ленивка, но я думаю, она тоже восстановится, и вот ранние посевы, ранние посадки, они все-таки оправдывают себя. Но это опять же, это мое мнение, вот я так думаю, я никому это не навязываю, я просто показала вам весь огород, показала все на чистоту, вы видели там и хорошие, и пышащие здоровьем, и средненькие, знаете, ни туда, ни сюда, и совсем, которые такие страшненькие, казалось бы, хочется ее выдернуть и посадить другую здоровую. У меня есть более красивые, я могла бы их поменять, но я не буду, потому что если она хилая, но я ее держу и выхаживаю, значит мне нужен именно этот сорт, вот буду ее биться из последних сил, ее буду реанимировать. Ну все, вот на 1 июня у меня такое численность населения 1400 томатов, но перцы я еще и не считаю, огурцы некоторые в рассадных стаканах, тоже еще огуречная теплица не высажена, так вроде все идет по плану, я думаю, что 2000 корней до 10 июня я высажу, но это ведь только начало вот этой такой огородной сказки, их же еще потом нужно посынковать, поливать, все вот это подвязывать. И когда вот эта женщина написала, ну вы лукавите, вы очень много делаете подкормок, а она не задумалась, есть ли у меня время на подкормки, может быть я делаю мало подкормок вынужденно, но я честно сказала, что я иногда и некогда подкормки делать, хоть бы успеть их обстричь, обрезать, привязать, они же все разрастаются, сейчас зашла в теплицу, которую вторую высаживала, там уже у этого пудовика такие помидорки большие, я даже их не видела, они все разрослись, и вот сегодня опять там посынкую, подвязываю, и делаю поэтому подкормки только в крайнем случае, когда они выглядят очень плачевно. Все, до свидания, желаю вам всем успеха, не бойтесь высаживать рано, не бойтесь сеять рано, если рано не посеяли или не хотите, не сеете рано, не высаживайте рано, мы каждый у себя в огороде хозяин, это единственная область, где нам никто не указ, тут нет никаких законов, тут нет никаких правил, мы делаем вот по, как говорят, по моему хотению, по щучьему велению, по моему хотению, все делаем только по своему хотению, как захотим, так и будем, вот я хочу, чтобы у меня все было красиво, все росло, все цвело, поэтому я стараюсь сделать все пораньше и делаю всегда качественно, на совесть, и вам этого же желаю, все, до свидания.